Ну что, уважаемые друзья, вот мы и добрались, наверное, до самого сладенького на десерт. У нас сейчас пройдут два полуфинала в мужском одиночном разряде, где сходятся два, наверное, титана нашего российского дартса на данный момент. Это Александр Орешкин и Борис Кольцов. Стоит сказать о том, что оба соперника, и Александр, и Борис, представляли Россию на Кубке мира по дартс в составе сборной России, играли в паре. И также они играют в паре и на чемпионатах России, и на всевозможных соревнованиях. Оба спортсмена представляют Новгородскую область. Кольцов Борис, чемпион России в личном разряде 2018 года. Александр Орешкин, чемпион России в 2013 году. Это в личном разряде. В парном разряде Александр и Борис становились чемпионами в 2018, в 2017, в 2016, в 2015, в 2014 и в 2013. То есть вдумайтесь, да? В 2014 году пара Орешкин и Кольцов никому не отдают пальму переноса на чемпионате России в парном разряде. Но в данный момент они сейчас не напарники, они соперники. И будут бороться за выход в финал чемпионата России в личном мужском разряде. Формат у нас из 9 лэгов, то есть до 5 победных лэгов. Игрок, который первым выиграет 5 лэгов, в их выйдет финал чемпионата России по дартс 2019 года в личном разряде. Тем временем Борис уже успел выиграть первый лэг на своем начале. Счет 1-0 в пользу Бориса и начало Александра Орешкина. Александр в первом подходе 81. Борис 140 очков. Как мы можем заметить, оба соперника кидают в разной манере. Если Борис, как говорят, строчит из пулемета, то Александр, наоборот, выцеливает каждый дротик и как снайпер пытается попасть в нужный сектор, в нужное удвоение. Борис, второй подход 140. Александр, нужно обязательно цеплять утроение, чтобы не отпускать Бориса далеко в этом лэге. Сейчас каждый лэг на вес золота, поскольку идет борьба за выход в финал чемпионата России в личном разряде. И Борис попытается стать двукратным чемпионат России в личном разряде. И в третьем подходе Борис попадает в два удвоение 20 и набирает 123, выходит на окончание 98. Александр набирает 100 с точку, но, к сожалению, не получается у него выйти на окончание. Борис, удвоение 19. Лэг вторым дротиком Борис без раскачки закрыл удвоение 19. Первым же дротиком, который у него был на данное удвоение. Сделал брейк Борис и начинает третий лэг. Счет 2-0. Лэг на начале Бориса. Попытается сейчас Борис развить успех. Конечно же, и сделает счет 3-0 в свою пользу. Борис у нас первый номер посева на данном чемпионате России. Александр у нас 12 номер посева. По пути к полуфиналу. Борис в 1-32 обыграл Филипенко Алексея со счетом 4-1. В 1-16 Борис обыграл Ильенко Юрия со счетом 4-0. И в 1-8 финала Борис обыграл Михаила Курицына со счетом 4-1. В четверть финале Борис обыграл Горбунова Дмитрия со счетом 4-1. И в данный момент сражается с Орешкиным Александром за выход в финал чемпионата России в личном разряде. Александр свой путь начал также со стадии 1-32 финала, обыграв со счетом 4-1 Евменинкова Максима. Далее в 1-16 Александр обыграл Бурыкина Вадима со счетом 4-2. В 1-8 финал Александр обыграл Павла Левенкова со счетом 4-2. И в 1-4 Александр обыграл Абухова Романа. Одного экспорита в данном соревновании со счетом 4-2. Борис тем временем выигрывает третий лэг на своем начале. Делает счет 3-0. Четвертый лэг начинает Александр. И нужно, нужно Александру обязательно выигрывать этот лэг. Поскольку если он проиграет этот лэг, то пятый лэг будет начнуть Борис. И будет иметь преимущество. Поскольку лэг на своем начале это всегда преимущество. 180 набирает Борис. Максимальный набор за 3 дротика у нас 183 раза, в утроение 20. Александр 85 очков. Борис 80. 140. Третьим дротиком удалось ему попасть в утроение 20. На остатке уже 181. 100 очков набирает Александр. 224 в остатке. Борис оставляет окончание 116. И попытается сейчас тремя дротиками закрыть данное число. Чтобы выиграть четвертый лэг. И выйти на лэг на ночь. Или Александр Львович 180 набирает. Оставляет 44. Борис попал в 57. Не смог попасть Борис в 19. Я так понял, целился, чтобы оставить 40 очков. Попал в 16. Оставляет удвоение 20. Но Александр сейчас будет 2 дротика на то, чтобы закрыть этот лэг. Не смог Александр попасть в 12. Нужно кидать в 7. Да. В двойне 16. Один дротик. Александр не смог, к сожалению, закрыть 44. И Борис пытается закрыть 40. И первым дротиком не оставляет шансов Борис Александру Орешкину. Счет 4-0. И Борис сейчас будет бросать на матч. Посмотрите на разницу в наборе. У Бориса сейчас за 106 очков набора. У Александра под 80. Данное преимущество отражается пока на счете. В текущем счете данного полуфинала. 140 очков начало от Александра. Может быть проснется сейчас Александр. Кто знает, можно сделать камбэк всегда. Потому что игра идет до победного удвоения. Отвечает Борис 140. Александр есть у тренинг с 22 дротиком. 140 еще от Александра. Борис набирает 95. Александр сейчас будет возможность первым выйти на окончание. Первый дротик, к сожалению, не попал в утрене 20. Попав в утрене 5. Александр оставляет окончание 167. После его подхода Борис два раза по 60. И в остатке 87. Конечно, Борис будет бросать в 17. В утрене 17. Борис набрав 137, оставляет 70. Что, Александр закроет 167? Нет. Не сможет Александр закрыть 167 очков. И у Бориса сейчас будет возможность выиграть этот лэг. Соответственно, матч. И выйти в финал чемпионата России. АПА 54, нужно войне в 17. Перебор. Перебор. Нужно было Борису кидать в удвоение восьмем. Но попав в сектор 16, Борис набрал ровно 70 очков и сделал перебор. Нужно будет по новой в следующем подходе закрывать 70. Александр. 90 очков встал. Нет, не попал. 60. Александр хотел стать удвоение 15. Но не смог. Борис 70. Вторая попытка. 67 остатки. 17. Нужен бул. Лэг. И победителем полуфинала становится Кольцов Борис. Он выходит в финал чемпионата России. Во втором полуфинале сразятся Иванов Евгений и Акшулаков Владимир. Субтитры создал DimaTorzok.